всем привет с вами бани вур и угадайте какая рубрика и на каком сайте между прочим по моему уже такой 15 выпуск к ряду 16 в общем движемся вперед и развиваемся в этот раз нам предстоит с вами насладиться классическим противостоянием андеда и эльфа на карте twisted medals и здесь для людей неискушенных разного рода хитростями премудростями варкрафта я думаю очень понравится игра андеда в общем здесь андет продемонстрирует как можно обузить на этой карте я так игру посмотрел буквально в ритме вальса мельком и урывками так что будем сейчас с вами все это отслеживать уже более подробно андета ильф расположились на соседних респаунах я сделаю наверное немножечко потише звук чтобы он не отвлекал андета ильф расположились на соседних респаунах и здесь пока идет базовое стандартное начало оба строят первые свои здания постройки заказывает варденку в общем популярного героя на этой карте поскольку варденка хороша тогда когда ее можно раскачать быстро до 3 левела и она тогда становится очень жесткой в общем это все майкер показывал еще в каких-то лохматых годах любил он играть варденкой пандой и арчами иногда даже с добавлением талонов были у него игры даже с самим императором на эту тему здесь же андет будет играть судя по всему вот я не заметил магазин наверно сверху скорее всего будет играть в поздних виндов фаз дк и попытается про про харассе для этого делается разведка посмотрите сразу в двух местах в общем видно что во первых мы смотрим от лица эльфа нет 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 стоп 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 это андет андет шадай до андет шадай как зовут эльфа я вершина говоря не запомнил это не суть важно на самом деле дк против варе тоже классическое противостояние я уже миллион раз говорил достоинства и завершена изъянах варденки вот они встречаются андет планируют харассить и не дать варе прокрепиться фастом до 3 левела варденка же хотела как-то попробовать под напрячь андета на клипинге с финдами но финдов тут нет и в помине варя не видит кладбище а база андета без кладбище ну вы понимаете это это как больница без морга бесполезное и унылое зрелище не тебе алкашей которые закусывают паленую водку конфетами с могил не тебе но вообще никакого развлечения ничего веселого эльф тем временем закладывал нычку фастовую да и хотел вот именно так начать игру открыться через харасс варденки потом под шумок быстренько поставить фаст экспант но андет грамотный он все это дело спалил соответственно еще раз делаем вывод что явно здесь играет не нубы понимают что происходит на карте понимают что можно ожидать от своего оппонента соответственно игра будет интересной вот для овцы игра уже закончилась помянем для этого есть алкаши конечно которые прибухивают на кладбище паленую водку с теми самыми конфетами найдены на могилках да но андет все делает грамотно и без кайла начинает дк то есть лечить гулю нечем но вот гуля пытаял пыталась увернуться как-то отгородиться от варденки харассичей скелетов вызвал андет но скелетов постоянно диспелит эльф все делает очень грамотная нычка все-таки достраивается гуля конечно уворачивалась может быть это автоатак варденки но тот ножей уже не верни увернешься ножи варденка кидает как тот шпагоглотатель из цирка и гуля выступила в качестве ассистента проглотила пару ножей подавилась и умерла да но все-таки эльф нычку отбивает у него есть стратежный колодец который позволит варденки например да где-то пожить возле нычки там уже засада из трех арчей а андет направляет свои стопы судя по всему на мэйн эльфу эльф же планирует во первых он заказывает хантрест холлов потому что ему еще довольно долго не придется довольствоваться технологиями отбиваться нужно будет чем-то и вообще непонятно пока во что идет андет андеты идет пенат светлячков и разрушать эльфу экономику всячески вгонять его в разруху построил отставание в деградацию а может даже и в регресс ну вот эльф пытается этому как-то помешать да он не угадал место нападения андета арчи затаились на нычке в ожидании того что мертвоголовый придет именно туда но гули очень грамотно опять же посмотрите как четко андет работает по объектам постройка завершена так нычка там судя по всему уже добрела до крипов и пора эльфу давать уже бой андет ушел я не знаю по какой причине да он обменил эльфу хантрест холл да и он вышел в гарк собственно очень простое и очень грамотное решение с точки зрения подстройки потому что ну пока эльф поставит нычку пока туда-сюда вот просто непонятно чем убивать гарк да есть арчи их довольно много но арчи не мобильные а мест придется охранять два эльфа то есть соответственно андет возвращается уже с гаргами продолжает эльфу харасить виспов конечно очень хотелось бы посмотреть на количество леса эльфийского потому что она стремительно приближается к нулю дефицит леса становится очевидным потому что вот эти вот шарики они должны постоянно крутиться вокруг елочек эльф контролевает ну и не мудреного в общем то зато посадил нычку таким образом андет вгоняет эльфа в некий финансовый ресурсный дисбаланс у него будет много голды но мало древесины здесь уже гарги на харасе варе получила кстати очень крутой девайс омлет энергии который увеличивает и запас маны соответственно ножей и любых вообще иных заклинаний будет больше эльфу же нужно сейчас как-то оборону вокруг построишь построенного экспанда и вокруг мэйна организовать так чтобы гарги не смогли прохарасить но очень уж много экстра арчи он держит на экспанде мне кажется нужно как-то более сбалансированно их распределить размазать по своей базе что же собирается делать андет у него тер два естественно у него гаргулия у него там заказались уже я не знаю заказывается второй герой наверное грейды потихонечку делается и андет планирует в общем вы да если вы думаете что андет наметил только исключительно харас эльфийской базы то вы сильно ошибаетесь андет в этом плане попался нам сегодня грамотный жесткий и у него есть у него есть определенная стратегия б определенные хитрые помыслы которые пока он не раскрывать ну а мы крепим декабря не гоже обратите внимание какой герой вышел андета не гоже дед на этого бегать без кайла свои главные собрали которые бросают во все подряд сейчас крить зима вирусы гуляют и вот андет соплями бросается вправо и влево да и вторым героем взят еще один аурный персонаж это дред лорд у него есть аура вампиризма которая нафиг нужна гаргулиям но тем не менее на гулей заходит только в путь а здесь посмотрите у эльфа какое-то ополчение полчища я бы сказал даже бесконечное батальон из арчей выстроено и трессом добавил хантрессы честно говоря я не понимаю зачем они нужны а вот андет на дирижабле летит вот собственно осуществлять тот самый хитрый план б поняв что арчи эльф перестроил также и хантресс перестроил вложил ресурсы в тир-1 лимит андет решает что ну хорошо мы не будем харассить мы будем соответственно мы будем соответственно играть в макро но эльф посмотрите тоже подлец какой постройка он хочет вот здесь вот уже выигрывать игру взрывает зигурат мог взорвать по моему 2 убивает околита андет закладывает нычку ему нужно срочно лететь до гарги еще чем хороши на этой карте вот те самые точки с драконами четыре толстых точки с драконами они как раз легко пусть элементарно уничтожаются горгулями самым сильным воздушным юнитом есть еще конечно гиппографы но под рыком они только там сильнее гарка до надо высчитывать до быстренько выщелкиваем хантресс эльф делает ноги чем хорош дредлорд у него есть здесь стая во-первых он может слипить слипить варю но это не самое главное потому что варю можно разбудить одним выстрелом арчой а вот самое главное у дредлорда я думаю что должна быть прокачана именно стая которая неплохо а у ешит наземные юниты эльфа эльф просто понять планируют тир-1 машиной выдавить андету глаза и те просто атака бомжей каких-то кстати дря эти самые арчи и хантресса это в общем-то мясной лимит на технологичном уровне развития но эльф видимо не собирается вообще играть технологии вот он варю писать и прокрепил уже до 3 левела что ему выпасть выпасть а еще и одеяния мага сверху 540 манова варе это будет очень много ножей это прям больно это будет прям больно свиточек инвульчик и эльф просто я думаю уже на лимите 50 а может и за ним уже потому что арчи действительно критически много выдвигается снова в район андетской базы вообще планируют андету прямо сейчас прямо сейчас андету разворошить кабинет ну а в это время андет крепит вторую такую точку посмотрите как гарки быстро слопали дракона прямо сейчас слопают дракон здесь в принципе не живет теряет гаргу это это контроль со стороны эльфа и андета кстати свиток возрождения массовое восстановление хп и мана мана не нужна в принципе здесь возрождать особо некого андета ну для гарк пригодится и еще одна нычка эльф судя по всему вообще не подозревает намерениях андета но здесь уже должны возникнуть вопросы на андет прилетел к тебе с половиной пачки гарк андет тебя не харассит вот только сейчас прилетел андеты не развивается ты пришел у него тир-2 что делал андет куда он вложил время и здесь эльф конечно должен был бы прочекать экспанды при помощи обсерватории на которые сейчас вот видимо летит визг и возможно эльф их уже прочекал совершенно но сделать он пока с ними ничего не может да он просто решает навалиться на базу андета андет уничтожил кстати эльфу рудник и делает тп здесь эльфа больше мы уже баллисты да он может быть и знает о нычках андета но он просто планирует здесь сейчас задавить его вот эта стая посмотрите как жестко сбривает арчей несчастных свиточек от эльфа и продолжается атака но здесь два зигура то третий строится очень тяжело все это проломить при помощи одних и шарчей и катапульты правда вот сейчас фокус по дк дк врубает тот самый свиток возрождения и возрождается буквально понимаете как алла пугачёва вернулся на эстраду мертвый рыцарь лорд ситос да ну и как то вот продолжается этот штурм а там кажется вот если мне не изменяет зрение там кажется андеду рванули еще пару зигуратов есть такое ощущение что там раньше что-то было а сейчас нет и это либо баллисты либо это подрывник как-то пробежал по хитрому слишком уж быстро упали зигураты хотя может быть и баллиста но ему нужно первую очередь баллиста вышел прямо сейчас варденка варденка под угрозой посмотрите там т.п. сделано буквально на каком-то чудовищно низком хп в общем эльф андеду так нормально кабинет разворотил и должен быть собой доволен если бы стилы хэф ты куит за 10 грис в общем он до сих пор он до сих пор считает себя все по всему обязанным выйти пишет эльф потому что ну не знаю он в курсе вообще андетских экспандов или нет все таки он должен был проверить и сейчас андет может даже отдать эту базу просто может отдать мэйн и начать развиваться на островах благодаря воздушному лимиту и благодаря гаргуле то есть эльф может выйти в воздушную войну только построив гиппографов а у эльфа судя по всему там да это уже нет это 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 тир-1 и в общем ему кроме арчей строить совершенно не к завершена поэтому они жду мобильный гаргуле конечно весь воздух дирижабель например который летит харасить андеду побочные экспанды на островах он может горгуля может это дирижабель до смерти закусать поэтому эльф в общем вложился в эту атаку атака в общем в общем в целом не окупилась чудом потерял андет дредлорда который продолжает планирует продолжать этот банкет на базе у андеда понимая что опять же слишком долго выходить в гиппографов андед харасит как может строит гарк ну и там что-то наверное он на островах к страивать надо смотреть продолжает заказывать гарк грейдинге кураты и напрягать эльфа можно попробовать через подрывников как-то поиграть все-таки там близко от эльфа таверна если например андет взорвет эльфу подрывниками пару с мэйн у андеда инкам в принципе уже пошел неплохой вот выходит как раз дредлорд зародится всеми воцаряет ночь давай волну третьего левела кстати дредлорд вторая волна уже очень прилично дамажит но варя тоже знаете девушка не промах она начинает просто ломать лицо дредлорда еще один нож очень жесткая там варя по-моему 5 уже судя по этим ножам ножи нож и дредлорд кажется снова слипит ее на последний хп пытается как-то призвать на помощь дк но он деваться несчастно есть прилетает спасительный дириж бомбель и сэйвит его просто буквально на крополях хп дк прибегает четвертого левел отлично сэйвит в дирижабле дредлорда от ножа и койл это кого тоже за сэйвил какая жесть и эльф вот снова ломает зубы об эти андетские стены не может их про пробрить как 300 мертвых спартанцев знаете кастрюли головы и гули и немножечко горгули и они отбивают этот мэйн и эльф я до сих пор не знаю что знает эльф хотел хотелось бы посмотреть на vision эльфа в курсе ли он экспант но наверное уже должен догадываться хотя хотя парденка 5 как мы предполагали у нее очень много маны чуть больше маны чем у чубайса было денег в конце прошлого года просто катастрофически много ману варденка и и мана растет как курс биткойна также стремительно а значит очень много будет заклинание дабы больше колодцев наверное эльфа навтыкать чтобы как раз регенить варечки ману но глобально эльф так и не решил свой вопрос как он собирается андеду отменять база на острова этот вопрос не ясен до конца но варис сейчас риге ведь у нее 360 маны без и темов а с и темами 640 в два раза больше ман с ума сойти какой компом они получают варе бесчеловечные да здесь маска обе кстати у дико какой-то знаете баланс какая-то компенсация и андет андет продолжает свою политику в общем задача андета эльф по-прежнему понимает что если он сейчас начнет выходить в грифов вершина хотя мы не знаем о финансовом положении эльфа но вот видим финансовое положение андета она кстати превосходная бабла очень много тоже но она постоянно тратит к слову я не знаю но так и не увидишь там андет строит но мы не видим полчищ горгулий мы соответственно предполагаем что андет вкладывать деньги сейчас в экономику и в оборону не в экономика смысле в развитии сам харасит вот снова пришел харасит напрягивает молодец молодец так вот есть если сейчас начнет эту гонку вооружений то он уже андета никак не догонит пока он будет выходить в гиппо в гиппо софандет просто еще 2 базы поставить поэтому эльф вот так вот волнами как какой-то знаете как в игре за и обили он просто приходит и ломает каждый раз тир-1 мощной вот они вот они подрывнички под шумок да не в прошлый раз судя по всему были что так быстро зигура то не падает и снова лимит арчи и снова но все та же история магазин правда андета ездить можно на свиточках какая волна жесткая проходит от дредлорда арчи пытается вышелкать гаргулий герои живут герои как-то как-то пытаются выжить 6 левела в 6 левел получает варденко это ультимейт очень жестко который поднимает бессмертных стрелков ворошиловских безусловно и никаких иных но варю там закидали уже койл уходит ну как сказать койл уходит и хотел сказать что в инвул на самом деле в инвул запоздала и занул эльф получил кайлом по лицу и потом уже провязал инвул и варя вот ей остается только в ночи скрыться чтобы ее койлом не достали но здесь ворошиловские стрелки бессмертные здесь атака атака олимпийской сборной россии по стрелковому спорту происходит их дисквалифицируют они все равно лезут понимаете на олимпиаду и отступает андет кажется продавливает все-таки среди попытки эльф его там упали с дирижабля дредлорд и д.к. не могут понять где же выход из этой базы и и просто берут всех гулей и ретируются оставляют свой город на осквернение врагу но враг естественно тут же воспользовался воспользоваться этой возможностью и вот эти самые бессмертные арчи они же злостные неплательщики налогов они всегда скрываются в тени оплотки него экономика эльфа разносят андеду мэйл и тут эльф начинает что-то подозревать во первых андет куда-то тэпнулся значит у андеда наверняка где-то есть еще один мэйн подумал эльф во вторых андет не выходит я убил ему всю базу а он все равно не левает как так что за чудо чудное что за диво дивное думает эльф и начинает начинает с содроганием сердца подозревать подозрения эти облекаются уже практически уверенность что андеда где то есть офшорная нычка а может быть и не одна здесь нужно посмотреть на мир глазами остроухого туман войны нам открывают но мы-то смотрим от лица шадая шадая это все по всему андет все таки насколько мы понимаем по цветовой дифференциации ну андет здесь это уже на что great это кстати только на тир 2 завершена пораньше бы все это делать андеду но вот сейчас у эльфа есть время быстренько свечнуться в гиппограф в гиппо арчей ну в смысле в гиппографов конечно же построить мишку для рыка и продолжать опять же арчей можно на гиппо посадить сделать гиппо арчей хороста калита большие здесь открывается возможность эльфу эльф закладывает нычку но видите здесь у нас просто идет битва континента против островов андет у нас оккупировал островную часть карты а эльф континентальную и great на тир 2 только-только заказал а нет дерево жизни какой great на тир 2 грейдаш и по наличию юнитов у эльфа нет еще на тир 2 мы пока не видим ничего высоко технологичного что-то строится здесь у эльфа видимо еще одна нычка он купил лесоруба чтобы не было проблем с древесиной судя по всему они были постройка завершена но здесь игра только начинается потому что как вы понимаете пока добраться до андеда эльф не может нет у него есть дирижбомбель но здесь андену нужно развешивать горгулей как тот джейдонг с коржей шагарга дирижабль слопает довольно быстро здесь хора с дровосеком представляете вот это вот это уже следующий виток технологии эльфийских уже видите механизированная робототехника пошла в атаку на андеда но это пока все достижения эльфийского эльфийского прогресса технологического варденко уже не получает экспириенс но может получать какие-то интересные айтемы главное андеду сейчас нужно развешать арчи арчи развешать поверь арчи и конечно развешать андет бы хотел но к сожалению не обладает такими полномочиями чтобы вешать арчи чужих ему нужно весь вешать горгулей на ключевых местах подлета дириж бамбеля и пытаться пытаться как-то эти дириж бомбель избивать потому что эльф пока иначе как на дириж бомбелях на базу к андету пройти не может так андет тоже покупает свой дириж бомбель ну вот здесь начинается макро игра и вы знаете микро уходит на второй план вот эльф кажется о чем-то догадался так эльф оказывается и все это время не оплел мэйн рудник омэ г вот это внезапное открытие от остроухого но ничего это по санчесу сейчас зато у эльфа будет работать рудник эти у него кстати тир-3 уже наконец увидели что у эльфа great на тир-3 и ну пора как-то ночью переходить уже значит в гипосов да нет а может у эльфа нет на это денег потому что рудника то нет рудник-то работал всего один до забыла плести рудник это это конечно это это подстава но еще раз повторяю зато теперь когда он андеда может быть закончится рудник его эльфа еще останется определенный запас он просто оставил себе на перспективу держат какая же жесткая авария посмотрите у нее еще и поиск богатыря увеличивающие число хп и кольцо регенерации что в этих и паре генить так а вот это интересный ход от эльфа он высадил две баллисты на рисовые поля а там не глубоко и соответственно можно баллистами атаковать мистейк да ошибка пишет эльф теряет древо жизни начинается начинается гонка гонка мультист мультитаска вот кто сможет лучше распорядиться своим временем кто сможет это кстати неприлично много денег и леса и андет играет дальше в макро он летит горгулями и строит еще один экспант ну то есть задача андета сейчас ставит нычки и харасси в принципе так такая же задача стоит и перед эльфом но вот эльф пока в мультитаске андета завершена андета уступает потому что тупо забыл построить тупо забыла плести рудник тупо не получал он камок мэйна это это беда в час вроде рудник уже оплетен но ну вот надо посмотреть что он деда на верхнем стройке я вершина не закончился ли он такое ощущение что закончился просто да но здесь начинается самая пацифистская судя по всему часть игры потому что серьезно они друг до друга достать не могут андет закладывает нычку и летит сразу же на третий остров мимо острова буяна отправляется на третий остров закладывать еще один ниндзя эксп в режиме стелс я не понимаю почему эльф не свинчится воздух в принципе у андета есть горгули и вермы у эльфа есть не менее крутые гипосы и не менее крутые не менее крутые химеры при этом я бы эльфу всячески рекомендовал все-таки уже давным-давно заказать панду которая в воздушных битвах будет очень полезно по полезнее будет чем дредлорд который своей волной в общем-то и аурой милишной атаки ну гаргам кстати он по моему даст да вот если гарги на гипосов пойду то по моему будут гарги откилиться вот таки то есть он как-то будет полезен но тем не менее там банду есть где раскачать карта большая точек еще много вот есть две красные точки я вижу кучу оранжевых точек закреплены еще магазины то есть есть где развернуться и панду быстренько прокачать с этими вот остатками тир-1 машины а варденкой можно летать на дирижбамбели и как-то харась но например там разведывать нички харась и так далее зачем крепить варденку вот зачем я понимаю это получаешь ресурсу но ты уже даже не сможешь нормально закупиться он поиск богатыря продал а хотя это очень поле вот еще один поиск богатыря вот куда их деваешь и но ну серьезно это 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 неправильно то есть эльфу нужен второй герой срочно и если бы в лейте на время больше была пятая панда то ему было бы гораздо приятнее сражаться с от этого постройка завершим вернуться он закладывает но все правильно значит уже где-то есть древа ветров и ну нужны гипп гипп с и то есть и ты и арчами не навоюешь в такой макро игре тебе тоже нужна мобильность андеду то гораздо проще например теми же подрывниками вот так вот может убивать нычки потому что это на земле не нужно на дирижбамбели перевозить в общем ну вот это на мой взгляд большие ошибки эльфа не крепнее не крепит второго героя в такой ситуации ну там дает взрывает пожалуйста грейт на нычо блейтинг есть нету судя по всему потому что с грейдом хотя я не уверен тут в цифрах но может быть с грейдом зачем тебе зачем тебе боже зачем тебе фэйри драгон алхимик постройка за реле ты берешь алхимика зачем к завершена почему не план добро почему не панда чем тебе панда не мила старая добрая которая заставит гарк промахиваться которая будет жечь отдыханием нет я понимаю алхимик стреляет по воздуху но это все что он делает ну довольно странный выбор от эльфа зачем еще нужен алхимик он хилит он в рейдже и он песен бомбу кидают нет но если бомба конечно снижает армор горгулим все такое но но это не сравнится с пятой пандой там с третьим дыханием не сравнится ребят посмотрите у андеда кстати он отдал наверно дредлорду один из большие то по моему большие инвулы до в инвентаре короче андед себе налутал с двух точек очень приятные приятные вещи отличие взят андедом вот андеду я бы уже не стал брать лича потому что ну по сути по сути ты с двумя героями третьего уже так нормально не прокрепишь и ведь первого левела в этой битве против в варденке уже не нужен на мой взгляд крепится то негде ну рили то есть третьего героя то точно не прокачаешь до нужных лвлов ну короче здесь мне кажется андед и андед и эльф ошиблись с выбором героев андеду вообще не нужен был третий а эльфу эльфу не нужен алхимик так а здесь летит дириж бомбель еще один закладывать град стольный андед докрепливает последние точки ну и вот начинается война харасси до варденка сейчас ножи две баллисты минус минус мейн эльф закладывает нычки и так до бесконечности у кого здесь алхимика приняли а если у него т.п. вот в чем вопрос там третья волна сносит к чертям собачьим несчастных арчей но вот я не уверен что есть новое еще прилетает по хантам алхимика может быть нет т.п. оооо это печаль это печаль минус алхимик минус весь тир один лимит андеда вот сейчас леча прокачали него уже второй левел должен быть по идее игры третий грейд на атаку идет и андед от пора да вот он дирижабль то есть здесь вообще без вариантов здесь придется больше очень грамотно кстати говоря заслепили варденку и только только с гибелью последней катапульты эльф осознал что нечем варя на блинке вершина уходит но вот блин кстати да блинк это тоже и баланс потому что варя без всяких дирижаблей может бесконечно харасить андеда я не знаю она прокачала наверно блин к ножи переучилась им этого не видели потому что она все еще 6 соответственно да скорее всего блин к ножи должны быть да в общем очень жесткая стратегическая макро игра и пока у эльфа есть определенные проблемы потому что он потерял много лимита варя конечно молодец без бы вообще нет у него нож нож и блин ну вот эльф меньше молодец у него героев не тех выбирает и по муске линит и нити юзает и уже там особо не за херокилишь что все-таки есть кайл а вот на жира будут раскидывать представляете как бы варя с пандой раскидали бы в финал очки воздушные лица верно просто бы изнасиловали его вот это 2 500 голды фашный такой запас уже начался начал подниматься золотовалютных резервах и резервуарах куда ли работает так 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 мы видим сейчас от лица шадая карту шадай не видит эльфийскую нет видит ну вот он грамотно все делает да все он увидел сейчас еще раз нычку отменит но эльф просто не успевает здесь в макро игре он не успевает за анденом и очень-очень поздно строит лимит гипосов очень поздно то есть варя должна была давным-давно отправиться на харасс в панда давным-давно должна была качаться о это фейл это фейл брат братишка ну тут то самое фиаско потерпел сейчас легендарная андет бывает бывает слишком близко подрывники расположены друг другу и у 2 бомбанула чуть раньше положенного ну когда знаешь когда знаете друзья когда ты в пукане перевозишь тротил иногда рвет похлеще чем в чате поступают у отличная волна минус все виспы да да здесь явно начинает уже доминировать на карте он явно лучше понимает что делать и он явно берет ситуацию под контроль варденко хилая смотрите там 820 маны у слипера о м г о м г седьмая варя но я не знаю она тут не выдержит эльф слишком поздно выходит в нормальный лимит и да там химера летает но я сейчас например можно отправить к ней две гарги и развальцевать зачем ты пацану отправьте гарк лол ну хотя он дэда катастрофически много денег и он может это себе позволить по три телепорта покупать постройка завершена здесь вермятня стройка завершена все в порядке все в порядке он дэда у эльфа нет у эльфа большущие проблемы они ждут так ну как выжить то я не знаю эльфа просто сейчас будут дальше давить душить жать у него работает ну вот снова фокус по варденки варденки от первого прокаста остается половина хп и у эльфа ну вот наконец-то мы видим все от лица эльфа у эльфа бабла не очень много леса дуром но 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 по экономике он уже очень сильно отстает от андеда и самое главное вот он где вот он где козырь в рукаве эльфа и вот все бы это с пандой с мишечкой бы с рыком и все бы это но опять же да андет же не обязан сражаться в лоб тошнее шашки не обязан бить у него за фука ник никого не возьмут и здесь вермов толпа толпа вермов и кстати гиппас все это развали и наступает нужны вот правда но от нужен катастрофически зачем ты спалил зачем ты спалил всех гиппасов гиппаса не атакуют все равно а моники пострахуют химеру так короче ребята панда рык медведя грейды на атаку свитки защиты свиток защиты свиток исцеления вот что нужно эльфы сейчас вот на что нужно было делать приоритет в этой игре но андеда ровную эту же сам ну понеслась идет битва но здесь одни здесь одни гиппасы гарк сажаем быстренько просто и все они неуязвимы эльф видимо хочет давать бой варденко стоит засаде но прохарасить всю экономику она не может андет вышел у него 85 лимит он вышел извините громами у него будет шесть вермов он там еще три летят ёпстуды антагарли слава богу там и вермы сейчас подтянутся у него три верма и кажется ну да он вышел в максимальный лимит и в общем то хочет давать бой вы знаете если все это разочек плюнет в варденку то ей постройки потребуется очень большой вул чтобы пережить фокус в купе с нюком андеда варя на харассе по-прежнему нож ну зачем тебе нож лол ну ты кидаешь одни ножи убивая шоколитов просто с третьими ножами всех сразу и валишь живые наступают до эльф в общем оказался не готов к такой вот макро гонки он очень много ошибок совершил и сейчас видимо будет нести заслуженное наказание мишка нужен катастрофически с рыком гиппасы сильнее горгулий в чистом поле грубо говоря а без рыка ты какашка как говорится без рыка ты и даже клопа не напугаешь то что андеда да вот собственно говоря кажется история наша приближается к развязке последнее производящее здание у эльфа эльф делает т.п. если хоть успеет и слава богу варденка со своим ножом жалким нафиг никому не нужно и начинается великая воздушная война но не те герои не те герои у эльфа и вот сейчас постепенно постепенно должен так отдать не подводи меня кайлы кидай но вы кидай эй ну да вот они вот свиток защиты свитки исцеления тоже можно было купить но не важно так все разваливается эльф все таки вермы сильнее когда их 6 штук сильнее кого угодно эльф теряет весь свой лимит и собственно говоря ему не остается больше ничего как признать собственную неправоту в этой игре вообще игра обещала быть интересной в если бы эльф не совершил несколько критических ошибок в макро how stupid i lost my time вот эльф все осознал сама это очень поучительная игра эльф все осознал эльф может быть он имеет ввиду вообще как он жалеет о потерянном времени на игру warcraft в целом но именно в этой игре эльф очень глупо потратил свое время он вышел не в то построил не не тех не сделал нужные грейды и в общем и в целом оказался слабее на порядок андеда именно в понимании варкрафта и заслуженным погорел на этом дорогие эльфы надеюсь эта игра станет для вас уроком потому что если вы играете активно solo ladder на тм против андеда вам частенько будут попадаться такие соперники учитесь играть в макро ну и смотрите наши следующие выпуски это была рубрика best replays на сайте goodgame.ru подписывайтесь на мой канал я паневур и мне очень приятно было для вас эту демку прокомментировать мой канал на ютюбе ссылка на него в описании к этому видео ну и конечно же смотрите дальше warcraft на сайте goodgame.ru до свидания до новых встреч пока